Уход благодати. К скверным последствиям грехов относится и то, что они лишают жизнь, удел, знания, деяния и покорность благодати. То есть они стирают благодать религии и мира этого, и невозможно найти обладателя меньшей благодати в своей жизни, религии и мирских благах, чем того, кто ослушивается Аллаха. Земля лишается благодати только из-за грехов, совершаемых творениями. Всевышний Аллах сказал, если бы жители селений уверовали и стали богобоязненными, мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Сура преграды, аят 96. И Всевышний сказал, «Если бы они устояли на прямом пути, то мы напоили бы их водой в волю» Сура Джинны, аят 16. Поистине раб Аллаха лишается удела за совершаемые им грехи. Удел исходит исключительно от Аллаха, и он дарующий удел. В Коране более ста аятов, подтверждающих это. При этом существует связь между уделом и благими деяниями. В хадисе сказано, «Поистине Святой Дух внушил мне, что ни одно живое существо не умрет, не получив свой удел сполна, так бойтесь же Аллаха и будьте умеренными в требованиях». Поистине то, что у Аллаха можно обрести только посредством покорности ему, привели Ибн Маджа, Ибн Хиббан, Аль-Хаким. В предании же говорится, «Поистине Аллах устроил отдохновение и радость в довольстве и твердой убежденности, и устроил тревогу и печаль в сомнениях и недовольстве». Привели Ибн Абин Дунья, Аль-Байхаки. Уделы деяния оцениваются не по их количеству, и продолжительность жизни оценивается не по числу прожитых месяцев или лет. И удел и жизнь оцениваются по благодати в них. Как уже было сказано, жизнь человека — это период, прожитый им, а у того, кто отвернулся от Аллаха и занят другим, нет жизни. Жизнь животного лучше его жизни, ибо поистине жизнь человека — это жизнь его сердца и духа, а у сердца не может быть жизни без знания своего Создателя, любви к нему и поклонения ему одному, обращения к нему, умиротворения, приносимого поминанием его, и ощущения близости к нему. Лишившийся этой жизни лишается всякого блага, сколько бы он ни пытался возместить ее потерю разными мирскими благами. Весь этот мир со всем, что в нем, не способен заменить эту жизнь. Все, чего лишается раб Аллаха, подлежит возмещению. Но если он потерял Аллаха, то его потеря невозместима. Да и как может неизменно нуждающийся по природе своей найти замену тому, чья сущность такова, что он ни в ком и ни в чем не нуждается? Как может неизменно бессильный найти замену неизменно могущественному? Смертный — замену живому, который не умирает. Сотворенный — Творцу, не способный существовать сам по себе и не обладающий ничем сам по себе, тому, чья самодостаточность, жизнь, совершенство, существование и милость неотъемлема от сущности его. И как может тот, кто владеет ничем и весом с пылинку, найти замену тому, кто владеет небесами и землей? Ослушание Аллаха — причина того, что жизнь и удел лишаются благодати, потому что ослушание и ослушники — в ведении шайтана. Они в его власти, и он ведает этой категории людей. А все, что связано с шайтаном и в чем он присутствует, лишено благодати. Именно поэтому было предписано поминать имя Аллаха перед едой, питьем, облачением в одежду, отправлением в путь и половым сношением. Поминание его имени приносит благодать. Оно гонит шайтана прочь и приходит благодать, и никто не способен противостоять ему. Подразумевается произнесение слов с именем Аллаха, бисмиллях, наполненных особенным смыслом. Верующему предписано произносить их перед совершением разных действий, в разных обстоятельствах, в том числе и в указанных здесь случаях. Это помогает верующему превратить свою жизнь в непрерывное поминание Аллаха, дабы язык его постоянно поминал Господа и дабы он сделал благодатными совершаемые его рабом действия. Произнесение этих слов в разных жизненных ситуациях помогает человеку никогда не забывать о Всевышнем Аллахе. А все, что не посвящено Аллаху, лишено благодати, потому что только Господь дарует благодать, и вся благодать от Него, и все, что относится к Нему, благодатно. Его слова благодатны. Его посланник, мир ему и благословение Аллаха, благодатен. Его верующий раб, приносящий пользу его творениям, благодатен. Его заповедный дом, благодатен. Избранный имшам, благодатен, о чем упоминается в шести аятах его книги. Всевышний Аллах сказал, это писание, которое мы не спослали, является благодатным. Сура Скотт, аят 92. Всевышний Аллах сказал, поистине первый дом, который был воздвигнут для людей, чтобы им поклоняться Всевышнему Аллаху, тот, который находится в Бекке, Мекке. Он был воздвигнут, как благодать и руководство для миров. Сура семейства Имрана, аят 96. То есть, поистине первый дом, который был построен для поклонения Аллаху, это заповедный дом Аллаха в Мекке. Этот дом благодатен, и награда за благие дела, совершаемые в нем, умножается. На находящихся там нисходит милость, и в обращении в его сторону во время молитвы и в посещении его с целью совершения хаджа и умры, благо и верное руководство для людей. Тафсир Муэссар. Нет дарующего благодать, кроме него, и нет ничего благодатного, не связанного с ним, точнее, с его божественностью, любовью и довольством, поскольку, если говорить вообще, то весь мир в его власти и сотворен им. Все объекты, слова и деяния, которые он отдаляет от себя, лишены благодати, и в них нет блага. Чем нечто ближе к нему, тем оно благодатнее. Противоположностью благодати является проклятие. Земля, человек и деяния, проклятые Аллахом, дальше всех от блага и благодати, как и все связанное с ними. Всевышний Аллах проклял своего врага Иблиса и отдалил его от себя больше, чем все остальные творения. И чем ближе кто-то или что-то к Иблису, тем большая доля этого проклятия достается и им. Вот поэтому грехи играют такую роль в отсутствии благодати в жизни и уделе, знания и деяниях. Всякое время, в которое ты ослушиваешься Аллаха, всякое имущество, посредством которого ослушиваются Аллаха, а также используемое для ослушания Аллаха тело, влияние, знания и деяние, против своего обладателя, а не на пользу ему. Ему принесет пользу только то из его жизни, имущества, силы, влияния, знания и деяний, что было использовано им в покорности Аллаху. Поэтому бывает, что человек проживает в этом мире сто лет или около того, но его настоящая жизнь насчитывает всего около десяти лет. И бывает, что человек владеет несметными богатствами, златом и серебром. Однако его настоящее имущество составляет всего тысячу дырхамов или около того. То же самое можно сказать о влиянии и знании. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Этот мир проклят, и проклято все, что в нем, кроме поминания Всевышнего Аллаха и того, что связано с ним, а также обладающего знанием и приобретающего знания». Передали Ат-Тирмизи ибо Маджа. Подразумевается все угодное Аллаху, то есть благие дела и все, что приближает к Аллаху. Аляшраф сказал, что может подразумеваться все, что согласуется с поминанием Всевышнего Аллаха. Это покорность Ему, исполнение Его велений и соблюдение Его запретов. Тухфаталяхвази. Именно в этом и присутствует благодать. А Аллах тот, кого просят о помощи. Нисхождение вместо возвышения. К скверным последствиям грехов относится и то, что они опускают человека после того, как он был приспособлен к возвышению. Поистине Аллах создал две категории творений, высшие и низшие. При этом Ильюн Он сделал обителью высших, а нижайшее обителью низших. И Он возвысил покорных Ему в этом мире и в мире вечном, а ослушников Он унизил в этом мире и в мире вечном. И Он сделал покорных Ему наиболее почитаемыми перед Ним, а ослушников наиболее ничтожными. Первым Он даровал величие, вторым — унижение. Абдуллах ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. И унижение было сделано уделом тех, кто противоречит моему уделу, передал Ахмад. Каждое ослушание опускает раба Аллаха на степень, и так он опускается, пока не окажется в самом низу. А всякое проявление покорности Аллаху возвышает раба Аллаха на степень, и так он возвышается, пока не окажется на высоте. В некоторые дни своей жизни рабу Аллаха случается сразу и возвышаться, и опускаться. И что пересилит, такая участь и достанется ему. Ведь тот, кто поднялся на сто степеней и спустился на одну, не подобен тому, у кого все наоборот. Однако тут многие люди допускают весьма серьезную ошибку. Они не думают о том, что раб Аллаха может опуститься на расстояние, подобное расстоянию между востоком и западом, между небом и землей. И это падение не возместить даже возвышением на тысячу степеней. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует в достоверном хадисе, поистине бывает, что раб Аллаха произносит слово, не придавая ему значения, но за него оказывается брошенным в огонь, пролетая в нем расстояние, подобное расстоянию между востоком и западом. Передали Аль-Бухари муслим. Ан-Навуви сказал, что в хадисе содержится побуждение к обереганию языка от запретного. И когда человек собирается что-то сказать, он должен подумать над словами, которые собирается произнести. И если он увидит, что в их произнесении есть польза, то пусть говорит, а в противном случае пусть промолчит. Фат-Халь-Бари. Каким возвышением можно исправить это падение? Человек обязательно опускается. Это неизбежно. Однако некоторые опускаются до беспечности, а очнувшись от этой беспечности, снова возвращаются на прежний уровень или поднимаются еще выше, в зависимости от степени своей бдительности. А некоторые опускаются до дозволенного, которое они совершают или которым пользуются без намерения превратить это в подспорье для себя в покорности Аллаху. Возвращаясь к покорности, такой человек может вернуться на свой прежний уровень. При этом он может и не достичь этого уровня, а может и подняться выше него. Ведь вполне возможно, что он вернется с большим пылом, нежели был у него раньше, или наоборот, с меньшим, а может просто сохранить свой пыл на прежнем уровне. Есть также люди, которые опускаются до уровня грехов, либо малых, либо тяжких. Такому человеку для возвращения на прежний уровень понадобится искреннее покаяние и возвращение к покорности Аллаху. При этом ученые разошлись во мнениях относительно того, возвращается ли раскаившийся на прежний уровень, исходя из того, что покаяние стирает последствия греха так, что его как будто не было вовсе, или же не возвращается, исходя из того, что покаяние просто избавляет человека от наказания, но не возвращает его к тому положению, в котором он пребывал до совершения греха. Они сказали, что в основу рассуждения должен быть положен тот факт, что во время совершения греха человек был готов посредством занятия себя покорностью Аллаху к очередному возвышению, и его предыдущие деяния возвышали бы его, если бы не совершение им греха. И его можно сравнить с человеком, который каждый день получает прибыль от имущества, которым владеет. С умножением имущества умножается и прибыль. В момент ослушания он упускает возвышение и прибыль от совершенных им благих деяний. И он начинает возвышаться с уровня, до которого опустился, тогда как раньше он постоянно возвышался. А между этими двумя возвышениями большие различия. Они сказали, мол, это подобно тому случаю, когда два человека поднимаются по бесконечным лестницам с одинаковой скоростью. Но вот один из них опустился на ступеньку, а потом снова продолжил подъем. И очевидно, что тот, кто не спускался, обгонит его и окажется выше, чем он. И это неизбежно. Шейх Ислама Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сделал такое логичное заключение после оценки мнения сторон. После покаяния человек либо поднимается выше своего прежнего уровня, либо до своего прежнего уровня, либо оказывается ниже этого уровня, не достигая его. Все зависит от силы и полноты покаяния, и смирения, покорности и возвращения к Аллаху, бдительности и страха перед Аллахом, и плача от страха перед Аллахом, спровоцированных ослушанием. Бывает, что все эти следствия оказываются настолько сильными и глубокими, что раскаившийся поднимается даже выше своего прежнего уровня, становясь после покаяния лучше, чем он был до совершения греха. Для такого человека этот грех может быть милостью, поскольку он избавляет его от недуга самолюбования, самоуверенности и желания гордиться своими деяниями, заставляя его взывать, исполняясь смирения и кротости, уврат своего Господа и покровителя, осознавать его величие и свою потребность в Аллахе и неспособность обойтись без его защиты, снисходительности и прощения. Получается, что грех этот побудил сердце совершившего его к покорности, избавил его от гордыни и высокомерия и удержал его от соблазна решить, что он лучше других, или заставил его стоять пред Аллахом, как стоят провинившиеся грешники, опустив голову, исполненным стыда и страха, считающим проявления своей покорности ему незначительными, а грехи очень тяжкими. Грех заставляет такого человека осознать собственные пороки и понять, что он достоин порицания, тогда как лишь Господу его присуще совершенство и ему одному надлежит хвала и безграничная преданность. Недаром сказано, лишь он, Аллах, достоин преданности и хвалы, упрека же и порицания, человек достоин. Какая бы милость ни пришла к нему от Аллаха, он считает, что это слишком большая милость для него, она больше, чем он заслуживает, и он не считает себя достойным ее. И какая бы беда или испытания не постигли его, он считает, что заслуживает еще большего, и что его покровитель оказал ему благодеяние, не наказав его за его проступки так, как он того заслуживает, или даже на половину этого, или даже на малую долю заслуженного. Ибо поистине того наказания, которого он заслуживает, не выдержать и незыблемым горам, не говоря уже об этом слабом, бессильном рабе. Ведь грех его может быть незначительным сам по себе, однако восставать посредством его совершения против великого, значительнее которого ничего нет, большого, больше которого ничего нет, величественного, величественнее которого ничего нет, благодетеля, одаривающего всеми видами милостей, как незаметных, так и значительных, крайне отвратительное, мерзкое и страшное деяние. Восставать подобным образом против великих мира сего, и верующие, и неверующие считают прескверным поступком. И самый низкий и далекий от благородства человек, тот, кто восстает против них, посредством подлых и низких поступков. Так что говорить о великом Господе небес и земли, властелине небес и земли, Боге небес и земли? Если бы милость его не опережала гнев его, а прощение его не опережало кару его, то земля бы сотряслась под тем, кто поступает по отношению к нему так, как поступать не подобает. И если бы не его выдержка и прощение, то небеса и земля содрогались бы от грехов, совершаемых его рабами. Всевышний Аллах сказал, «Поистине Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после него их уже не удержит. Поистине он выдержанный, прощающий». Сура Творец, аят 41. Обрати внимание на то, что этот аят завершается упоминанием двух имен Всевышнего, выдержанный, прощающий. Это указание на то, что если бы не его снисходительность к преступникам и прощение ослушников, то небеса и земля не устояли бы. Упоминая о неблагодарности своих рабов, Всевышний Аллах сказал, «Небо готово расколоться, земля разверзнутся, а горы рассыпаться в прах». Сура Марьям, аят 90. Всевышний Аллах вывел наших прародителей из рая за единственный грех, совершенный ими, когда они нарушили установленный им запрет. И он проклял Иблиса, изгнал его и вывел его из царства небес и земли, также за единственный грех, когда он поступил вопреки его велению. А мы глупцы, поступающие, как сказано, в этих стихотворных строках. Как странно, что грех за грехом совершая, в раю наслаждаться мы вечно желаем. Хоть Адам с супругой, лишь раз согрешив, за грех этот изгнаны были из рая. Таким образом, раб Аллаха после покаяния может стать лучше, чем был до греха и повысить свою степень. Но возможно также, что грех ослабит его пыл и решимость и сделает больным его сердце. И лекарство покаяния не сможет вернуть его к первоначальному здравию, и тогда он не возвращается к своей прежней степени. Но возможно и такое, что недуг уйдет таким образом, что к человеку просто вернется его прежнее здравие, и он продолжает делать то, что делал раньше, и оказывается на прежнем уровне. Все сказанное относится к тому случаю, когда человек опускается до уровня ослушания. Если же человек опускается до того, что портит самую основу веры, например, до сомнений и лицемерия, то это уже падение, подняться после которого можно, только обновив свой ислам.